МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее отец, академик Владимир Бехтерев, до революции основал в Санкт-Петербурге первый в мире научный центр по комплексному изучению человека. А потом лечил Сталина. Он первым ввел гипноз в лечебную практику, исследовал основные функции различных участков коры головного мозга, сделал еще множество открытий. Но оба ученых допускали, что есть у мозга область непознаваемого. Воздействуя магнитным полем на конкретные участки мозга с помощью специального оборудования можно вызвать вот такие рефлексы. Это самая видимая часть работы, объясняют специалисты научного центра неврологии. С помощью этого метода можно не только восстановить ранее поврежденные участки мозга, например, в результате инсульта, а с ними и двигательная активность, но и более сложные функции. Но есть еще более прорывные технологии, также основанные на электрическом воздействии, которые звучат и вовсе фантастически. Оказалось возможным, в частности, это делается сейчас у нас в институте, увеличить размеры памяти человека. Возможно увеличить память на 20%. И сейчас весь вопрос стоит в том, как долго возможно сохранять это увеличение памяти. Больше памяти – это более быстрая обучаемость. Наш мозг, как известно, это сеть нейронов, нервных клеток, которые, соединяясь, передают друг другу электрические импульсы и образуют сложные сети. У мозг система хрупкая, но, пожалуй, самая сложная и совершенно из известных в мире. А как показывают исследования, в частности, по увеличению памяти, еще и способные на гораздо большее, чем мы используем в повседневной жизни. Мы ожидаем, что в ближайшие 5-10 лет наука сможет дать человечеству то, что человечество хочет, а именно увеличение резервных возможностей головного мозга. Директор научного центра неврологии Михаил Кирадов тут же сетует, что сейчас люди гораздо больше увлечены созданием комфортной жизни с помощью технологий, чем собственным развитием. И повторяет, мозг способен на большее. Пресловутая гибкость сознания – это умение мозга выстраивать новые нейронные связи, а значит, всегда учиться открывать новое. В том числе для того, чтобы в будущем управлять объектами и событиями силой мысли. Сделать мысль материальной человечество мечтало давно, и сегодня это уже почти реальность. Голову человека надевается обычная шапочка с электродами, и от этой шапочки идет, соответственно, провод в компьютер. Человека просят думать, ну, скажем так, чтобы он смотрел на лампу и отдавал команду этой лампе «зажгись». И сейчас это абсолютно реально. Дальше – больше. С помощью этой технологии возможно управление беспилотными аппаратами, другими объектами, возможно создавать картины и музыку только движением мысли. Ученые считают, что это придаст сознанию новый импульс для развития, трансформации. А технологии ждет новая революция. Ну, вот, например, вот та камера видит перемещение вот этого маркера с точностью до сотой миллиметра. Таких лабораторий, точно фиксирующих движение человеком, в России всего две. Одна на Мосфильме, другая в научном центре неврологии. Движение – это прямое отражение всех процессов в голове, говорят специалисты. Когда изучаем то, как мозг контролирует наше движение, раньше всего мы увидим изменения в движении. И только потом мы можем увидеть изменения в организации головного мозга, то есть образовании новых сетей, новых связей и так далее. Восстанавливается движение, восстанавливаются нейронные связи и наоборот. Глубоко понимать эти процессы, использовать их для лечения самых разных патологий, травм, заболеваний, российские врачи уже умеют. И параллельно изучают глубины мозга. И это все равно, чем глубже, тем загадочнее. Например, известно, что мозг вообще-то сопротивляется всему, новому. Это его естественная функция – защита от траты сил и энергии. И один из вопросов, на которые до сих пор нет ответа, где, в каком участке мозга находится воля, заставляющая нас преодолевать это сопротивление и учиться новому развиваться, расти, оставаясь разумными существами. И это открытие еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова